Перевод инфосистемы здравоохранения в электронное пространство должен был по замыслу авторов совершить настоящую революцию в этой сфере. Сделать для пациентов более удобный поиск и регистрацию на прием к нужному специалисту, облегчить получение рецепта без лишнего похода к врачу, сделать электронную историю болезни полной и доступной для врачей. Это сэкономило бы время медикам и пациентам, а заодно и деньги больничной кассы. И свести в единую систему и в единую базу данных снимки, которые приходится делать пациентам. Несмотря на огромные по нашим меркам затраты, радужные кибернетические надежды не сбылись. Система о здоровье не выстроена, как планировалось. Ее невозможно использовать в полном объеме ни для лечения, ни для надзора, ни для управления, ни для экономии средств. Из четырех основных проектов работает как положено лишь один – дигитальные рецепты. Об электронной регистратуре можно сказать, что она совсем не работает. На электронную регистратуру действительно возлагались большие надежды. Пациент мог получить доступ к базе данных регистрации на прием к специалистам во всех лечебных учреждениях страны и выбрать себе наиболее подходящие варианты. Однако единая система так и не заработала. И в этом, в числе прочих, одна из причин слишком длинных очередей к специалистам. По итогам аудита мы сделали несколько предложений Министерству социальных дел, чтобы наладить работу системы. Для этого ведомству следует поднапрячься, довести до конца начатые проекты, взять на себя большую руководящую роль. По моим данным, министерство намерено это учесть, и мы со своей стороны считаем, что электронное здравоохранение – очень нужное и полезное дело. Первоначально, пять лет назад, на создание электронной системы здравоохранения планировалось потратить немногим менее трех миллионов евро. Сейчас вложено уже 15, но отдачи ни пациенты, ни медики пока не дождались. Госконтроль намерен внимательно следить за выполнением своих рекомендаций Министерству социальных дел и при необходимости повторить аудит в течение ближайших двух лет. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.